С понедельника начался Великий пост. И продлится он почти полтора месяца. Что можно и чего нельзя, а главное, что нужно делать в эти дни, расскажет нам священник Илья Багаев. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Начнем с АЗОВ. Что такое Великий пост? Это система запретов или способ преображения? Ну, Великий пост это прежде всего длинные дни. Мы их называем четыре десятницы, но на самом деле их гораздо больше. Пост это время. А как мы его проводим, с чем мы его увязываем, с какими ограничениями, самоограничениями, это уже следующий шаг и следующее размышление в вашем вопросе. Вот в ресторанах, например, в это время предлагается постное меню. Как вы к этому относитесь? Ну, слава Богу, что в ресторанах подается постное меню. Если слышали, на прошлой неделе небезызвестный санкт-петербургский депутат Виталий Милонов предложил в обязательном порядке у авиаперевозчиков тоже ввести постное меню на время Великого поста. Его там все, конечно, освистали, я так понимаю. У него много интересных предложений. Да, но мы все же летаем и все знаем, что, допустим, кошерное меню можно заказать у многих авиаперевозчиков, да, даже там какие-то восточные еще кухни. Ну, почему нет? Это, я думаю, дело полезное. Хотя, я думаю, тоже мы все понимаем, что во время поста ходить по ресторанам, наверное, не совсем уместно. Конечно, с голоду, когда дома ничего кушать, нечего. Наверное, кого-то критическая ситуация, а денег слишком много. Кто-то и воспользуется этим. Но я думаю, что лучше свой стол накрывать дома, не бывать в местах шумных и увеселительных. А ресторан, ну, наверное, никак не назовешь местом, где тихо, спокойно и молитвенно. Отец Илья, а вот некоторые ждут всегда поста для того, чтобы сесть на диету. Вот здесь какое ваше отношение к этому вопросу? На самом деле на диету, чтобы сесть, наверное, не надо ждать поста. Тот, кто хочет сбросить лишний вес или улучшить свое здоровье за счет этого, может сделать это в любой из 365 или 66, как в этом году, дней. Правильно? Поэтому увязывать диету и пост, наверное, не совсем корректно, потому что все-таки пост – это не только отказ от пищи. Я думаю, многие об этом знают или догадываются, но это прежде всего воздержание еще и духовное для каждого человека. Оно может заключаться в совершенно разных вещах. Ну, хорошо. Отказ от самой любимой привычки, самой какой-то ненавязчивой, незаметной. Человек каждый день просыпается не с кофем, не с социальными сетями, а с жареными семечками, например. И так он делает уже много-много лет. Ну, почему бы не отказаться от этого? Разумеется, что первая трапеза, единственная в дни поста, положена только после 15.00, после определенного завершения богослужебного круга. Вот, то есть это самый простой пример. Кто-то отказывается от просмотра любимого телевизора, кто-то от чтения увлекательных романов. Вопрос для чего? Для того, чтобы освободившееся время рационально распределить для богообщения. А вот корректировка поведения, поступков, читается ли соблюдением поста, например, для человека гневливого и скандального? Нет, ну, конечно, конечно. Это ведь очень достаточно распространенная такая, маленькая совсем притча, да, церковная или околоцерковная, когда человек, соблюдая пост пищевой, да, закончив трапезу, тут же из гнева обрушивается на другого человека за что-то, да, и фактически поедает его. Поэтому здесь я абсолютно согласен с вами. Если мы изменяем свое отношение в общении с близкими, далекими, неважно, родными, знакомыми, если мы боремся со своими страстями, а гнев, прежде всего, это страсть человеческая, да, пусть не гнев, пусть свое внутреннее недовольство, раздражение чем бы то ни было, политикой власть имущих, да, или недовольством городскими властями, например, в каких-то бытовых сферах, то здесь человек, смиряя себя, борясь, опять же, повторюсь, со своими страстями, он совершенно верно, по вашему замечанию, совершает делание постовое, делание поста, что, опять же, пойдет ему в духовную пользу. Отец Илья, а вот новости смотреть можно во время поста? Ну, на самом деле, кто же нам запретит? Смотреть, не смотреть, читать ли, слушать ли, все мы делаем с разумением. И если наша работа, наш образ жизни, он подразумевает получение информации, то мы, конечно, не должны от этого отказываться. Но если кто-то находит в себе силы и говорит, я не буду смотреть телевизор, я, как мои пращуры, повешу на него красивую салфеточку, тряпочку, а потом только уже через больше, чем 40 дней сниму, ну, он тоже, наверное, сделает правильно. Но поскольку мы с вами на телевидении сейчас, и разумеем, что без новостей нам никуда не деться, то придем к выводу, что новости тем, кому надо, смотреть нужно.